Привет, друзья! Сегодня у меня появилась свободная минутка для того, чтобы доработать приборную панель Как вы поняли уже из названия этого видео, в четверке Потому что эта посылка с доработкой пришла ко мне уже больше трех недель назад И мне не было времени ее установить, потому что мы занимались свапом движка Вот сегодня вечером мы также будем продолжать заниматься свапом То есть будем разбирать движок, заново менять прокладку ГБЦ Потому что она немного протекает В общем, будем сразу диагностировать движок и сразу же его вкорячивать, валы, в общем, тюнинговать Но поскольку я не знаю, насколько долго затянется процесс доработки движка Решил снять в этот промежуток видео по доработке приборной панели Собственно говоря, у меня уже был опыт, я устанавливал похожую доработку в приоре Вы это все видели И вот сегодня сейчас хочу распаковать, показать Ну а потом поехать установить, показать, как это устанавливается И продемонстрировать, что у нас получится в конечном итоге Потому что покупать как таковую новую приборку электронную очень дорого А вот доработать ее и сделать очень красивый внешний вид Я думаю, это не очень сложно Запаковано очень-очень хорошо Как и в прошлый раз Та-дам! Коробка в коробке Здесь также есть вот такая вот эмблемка 14-ки, чтобы не перепутать И что-то похожее с Vag Prestige Ну то есть, похожий дизайн приборок используется в Vag'ах Типа в Skoda, там в Volkswagen'ах И сейчас я вам это все демонстрирую Вот такие вот красивые шкалы приборов И здесь же в комплекте лежат лампочки Для того, чтобы сделать, так сказать, пересвет Чтобы убрать вот это зеленое свечение Потому что здесь стрелки у нас белые Значит, трудностей по установке возникнуть вообще никаких не должно В случае с Priora у нас вместо вот этих лампочек была плата Которую нам нужно было припаивать Чтобы изменить полностью подсветку нашей приборки Потому что стандартные лампочки, стандартные места там не подходили А здесь все идеально хорошо подходит Все отлично Ну, посмотрите, вот эти вот 3D-кольца Они по-любому будут смотреться намного круче Чем стандартная 14-я приборка Но перед тем, как мы поедем устанавливать эту приборную панель Нужно нам поехать еще купить конвекторы Обогреватель в гараж Так как на улице сейчас плюс 3 градуса И в гараже тоже, я думаю, будет не очень тепло А поскольку у меня там нет никаких альтернативных способов Источников отопления Ну, кроме буржуйки, которая находится в соседнем гараже Нужно поехать купить конвектор Но для этой покупки нам нужно немного заработать Один из самых простых способов подняться Это UpX Играть очень просто К примеру, у нас есть вот такая вот шкала И коэффициент Нам нужно добиться того, чтобы шкала не оборвалась И в этот промежуток забрать наш выигрыш К примеру, сейчас мы ставим вставочку в соточку И автостоп троечка Нажимаем играть Ваша ставка принята, ожидаем начала игры Кстати, вместе с нами Одновременно ставят 31 игрок В данной игре И как бы все зависит только от нашей интуиции Насколько у нас она хорошо работает Так, игра у нас началась Сейчас автостопка, если поднимется до трех То мы выиграем Так, мы выиграли И наш баланс сейчас увеличился на 200 Давайте сейчас начнем другую игру Поставим немножко побольше К примеру, 500 Мы уберем автостоп И будем доверять только своей интуиции Нажимаем играть Ставка принята Дожидаемся начала нашей игры Осталось 8 секунд Сильно рисковать не буду Сейчас заберем примерно досрочно Коэффициент у нас примерно 2.3 был Когда мы забрали И смотрим, как наш баланс увеличится По завершению этой игры Как видим, наш баланс еще немного увеличился Еще на этом сайте есть кэшбэк То есть, если вы не будете выводить свои средства выигранные То вы сможете получать определенный процент на остаток средств Вот на данный момент у меня сейчас больше 6000 И я нахожусь в этом промежутке И буду получать 0,7% к моей сумме каждые сутки То есть, помимо самой игры Можно вообще ничего не делать И ваш баланс будет увеличиваться Ссылку на этот сайт я оставляю в описании Также, перейдя по этой ссылке Вы можете получить до 5000 бонусов Но перед началом игры Советую ознакомиться со всеми отзывами В их Telegram аккаунте Приехал с магазина Купил вот такой конвектор Он небольшой Но посоветовали взять такой на первое время Посмотреть, как он вообще себя покажет Но когда в магазине включили Он греть практически начал сразу Тем более, стоимость его 620 гривен Это примерно 25 долларов Там плюс-минус И если что, сказал Попробуй один сначала поставить Двухкиловаттный Включили, сразу греет хорошо Прям воздух конвектировать Начинает холодный всасывать Теплый выдает Сказали поставьте возле рабочего пространства Посмотрите, как оно будет вообще нагревать Поскольку у меня гараж в принципе То как термос утеплен То есть холодный воздух с него не уходит Прямо сразу, практически мгновенно Так что, по идее, на первое время должно его хватить Тем более, зима у нас не сильно суровая Там, если минус 20 бывает То очень редко, в основном, температура в пределах минус 10 А в самом гараже практически всегда плюсовая Так что, сейчас достаем его Он очень легкий, очень компактный Примерно поставим в это место Подключим сейчас Вот прям поработал секунд 20 Уже прям жар слышно идет хороший Не знаю, сколько долго понадобится ему для того Чтобы хотя бы немножко прогреть Но по ощущениям сейчас Ну, где-то около 10 градусов в гараже Тепла есть То есть, если зимой примерно будет температура В районе 15 градусов Ну, с тем учетом, что я еще один докуплю Потому что один такой конвектор Примерно на 12-15 метров У меня 25 квадратов гараж Поэтому по-любому два штуки нужно Но в магазине сказали примерно на первое время Взять попробовать один Если же, ну, его будет хватать То купить еще один такой же Если не будет хватать Тогда купить такой По длине немного Чуть-чуть другого формата Который также на 2 киловатта Но только он как бы более энергоэффективный Там какая-то новая технология И стоит он в два раза дороже, чем этот Это вот такая вот простенькая версия Ну, в принципе, в любой момент Даже зимой можно подойти Руки погреть будет хорошо Значит, сейчас подготавливаю инструменты Рабочее место для тюнинга Нашей приборной панели И начинаем ее устанавливать Так, перед доработкой нам нужно, естественно Выкрутить полностью вот эту панель Снять Не знаю, буду ли я отсоединять все кнопки Сейчас попробую просто открутить все крепления Здесь они раз, два, три, четыре С этой стороны будет еще парочку И с этой стороны один Ну и, наверное, все Да Попробуем их сейчас выкрутить И отодвинуть просто эту панель Чтобы, возможно, каким-то способом подлезть И выкрутить изнутри это все Потому что не хочется отсоединять все кнопки Заслонки, регуляторы Потому что там по-любому все это подключено А также сейчас предлагаю заценить Вот старую панель, да Подсветка ее Все вот это вот примерно вот так выглядит Ну, в общем, стоково Невзрачно Ну, красивым тоже я это не могу назвать И буквально, думаю, минут через 15-20 Ну, полчаса максимум Мы заценим результат, который у нас получится Но это не точно А получится у нас по-любому бомбезный Потому что в приори я уже делал такую процедуру И результат прям всем понравился Вообще получилось четко И так, сняли приборку Вот таком вот оно состоянии Ну, реально, 4-ка как пылесборник В девятке пыли поменьше собиралось Значит, сейчас немножко так пыль погоняем Это не вода Это специальное средство Так сказать, моющее средство Химчистка Для пластика, для салона Сейчас, пока мою, хочу сказать Что менять мы будем Лампочки внутри Именно подсветку самих шкал Вот эти вот все лампочки-индикаторы Которые мы трогать не будем Разве что поменяем Вот эти две лампочки Подсветки дисплея Потому что, если у нас полностью Все будет светиться белым А дисплей будет, опять же, зеленый Оставаться То это, как минимум Не очень красиво будет смотреться Поэтому их мы тоже заменим Сегодня вечером придется, скорее всего Поехать докупить Вот таких вот лампочек Потому что Их у нас мало Скорее всего, только на шкалы и хватит В общем, сейчас Немного так протер Чтобы приятнее было работать Итак, первым делом Что нам нужно Это снять вот эту прозрачную защиту Так сказать, стрелок Затем после этого У нас легко должен сняться И вот этот козырек Черный Такой вот Поддеваем аккуратно Металлическими предметами Начинает отходить Дальше, что касаемо стрелок У нас они имеют Вот такой вот свободный ход И здесь, получается Они вот останавливаются И дальше не идут То есть, по идее Что-то там сильно напутать Мы не можем Вот как они у нас сейчас стоят Так мы их и снимаем Затем просто Когда мы заново будем их ставить Нужно выставить точно так же По свободному ходу На максимум И вот на нуле У меня он останавливается Как бы дальше от нуля Ну, она чуть-чуть западает Но это так и было Значит так правильно Вот примерно в таком же положении У вас и должен быть Свободный ход Когда мы поставим назад стрелки И лучше всего запомнить Какой у вас был объем топлива Я помню, что у меня вот Прям на границе с красным он стоял И температуру включения вентилятора Температуру включения Большого круга термостата У меня так же чуть-чуть Вот буквально на 1 мм Вот так вот Больше 90 Это все включается С вот этим мотором С новыми датчиками Это я все запомнил Перед тем, как снимать Когда мы катались Когда прогревали мотор И теперь просто Берем, как бы Снимаем вот эти стрелочки Не знаю Есть много вариантов Кто-то снимает отверточкой Кто-то вилочкой Подлаживая сюда бумагу Чтобы не поцарапать Вот эти вот шкалы Но по сути Эти шкалы нам уже больше не нужны Поэтому Как бы дело каждого Если хотите сохранить Лучше подкладывать Если не хотите сохранить То тогда снимайте напрямую Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сейчас бы хотел поговорить По поводу своего бывшего проекта Это ВАЗ-2110 В общем, все вы пишете Сними видос Про десятку Про девятку Про свои бывшие проекты Друзья, зачем снимать Видосы про свои бывшие проекты Если их новые владельцы Начинают Сами снимать Про них видосы В общем, написал мне Недавно Славик Который купил у меня Десятку И сказал, что У него есть свой канал Уже давно И он решил, что Будет снимать Про десятку Некоторые серии Так вот Название канала Чесла И он уже Запилил Несколько серий Про десяточку Вот одна серия Вторая Третья Моя десяточка Кто помнит Я думаю Всем зайдет контент Так что Ссылочку оставляю в описании Ну а сейчас Продолжаю дорабатывать Приборную панель Сейчас, что касательно Замены лампочек Для подсветки Наших новых шкал Чтобы они светились белыми А не зелеными Или желтыми Как оно будет светить Если мы не поменяем Обычные лампы накаливания Значит В комплекте Были вот такие Вот диодные лампочки Но В моей приборке У меня приборка Автоприбор Вот такой вот Значок на ней У меня Получается так Что здесь Цоколи Они получается Одноразовые Здесь нельзя Достать лампочку И просто поменять Поэтому я заранее Не предусмотрел Этот вариант Сейчас поеду в магазин Сейчас даже Куплю специальные цоколи Такого же формата Только для того Чтобы Можно было вставить Вот такую светодиодную лампу И заодно Еще куплю Две светодиодных лампы Для смены подсветки В вот этих экранчиках Потому что Они будут зеленые Если мы их не поменяем Если мы поменяем Они будут такого Бирюзового Нежного оттенка Собственно говоря Будут подходить Под эту приборку И будет хорошо Нормально светить Смотреться Так что Вот такие вот Стандартные лампочки Можно не выбрасывать Все равно Здесь у нас они есть Если перегорит Можно будет поменять Какую-то из них Но еще один момент Здесь получается Плюс-минус То есть Где-то дорожка Плюс-а Где-то минус-а И получается Если вот эту лампочку Мы вставляем Обычное накаливание И нам абсолютно Без разницы Где плюс и минус Она будет светить То в светодиодах Есть полюсовка То есть Есть плюс-минус И в любом случае Нам нужно поставить правильно То есть Если мы поставим Подключим И вдруг у нас Что-то не будет гореть То ничего страшного Нужно заменить Местами лампочку Достать И поставить ее Другой стороной И тогда у нас Все будет нормально Если же и тогда Ничего не изменится То скорее всего Дело в лампочке Просто купить Запастись диодными Значит нам нужно 5 лампочек Раз, два, три Четыре, пять Как я уже говорил И еще две На подсветку Экранчиков Так что сейчас Еду в магазин Это все покупаю Заново Приезжаю И продолжаем дальше Замену Установку И потом уже Заценим вид Который у нас Получится Ну что ж Уже поменял Все лампочки Поставил приборку Подсоединил Сейчас Будем пробовать В таком разобранном Состоянии Включать Так сказать Смотреть Какие у нас Шкалы горят Какие они горят Что мы правильно Поставили Возможно Какие-то светодиоды Мы перепутали Поэтому оно Не будет светить Давайте Сейчас Три Два Погнали Так Смотрим Один светодиод Не горит Сто процентов Так Затем Центральный Не горит И вот этот Крайний То есть Раз Два Три Светодиода Нам нужно Поменять Сейчас я Эту не приклеивал Чтобы посмотреть Что у нас горит Что не горит Но тем не менее Уже имеем Вот такую вот Картину Смотрится все таки Уже повеселей Значит Сейчас снимаем Меняем местами Диодики Подключаем И смотрим В итоге Что у нас получается Если же все будет работать Просто собираем Приборку на место И наша доработка Уже будет завершена Так Сейчас вот чисто притулил Еще ничего не закручивал Потому что Не знаю Ставить стекло Или нет Вот так вот Смотрится Прям 3D Прям Ну вообще Отлично Даже без стекла И стекло У нас такое Уже пошарпанное Поэтому думаю Оставить его Просто вот так Хорошенько закрутить Но опять же Это я буду уже делать Когда засексирую стрелки Когда машина прогреется Точно не в ближайшее время Но тем не менее Приборка уже стоит Единственное Что мне нужно будет Только переставить стрелочки Вот Вот эту стрелочку Отрегулировать На включении вентилятора Чтобы более точно Показывало Потому что вот Спидометр И тахометр Прям Ну вообще Идеально Как оно и было Бензобак Тоже вот сейчас Ниже уровня И когда Мы его сейчас Включим Ключ Давайте провернем Бак как раз Встает на свою Точку Просто у меня Сейчас движок Разобранный Все датчики сняты Поэтому Сейчас работает Вентилятор Потому что Движка в машине Как такого Вообще нет Естественно Горит чек Включаем Подсветку Вот это все Примерно вот так Выглядит Единственный Косяк Это Вот здесь Вот эта вот Подсветка приборов То есть Как бы вот Немножко Вот так вот Налегает кольцо Но я думаю Это ничего страшного В этом нет Как бы все основное Находится здесь Поворотники Вот сверху Как видим Светятся Мигают Сами по себе Шкалы Смотрятся просто Бомбически Подсветка Лучше Стала намного Потому что Старый зеленый цвет Вообще мне раздражал Я думаю И здесь В этих лампочках Также поставить Светодиоды Чтобы белым светило Потому что Тоже светит Таким вот Темно-зеленым цветом Так Сейчас Выключаем двигатель Подсветки нет Подсветка есть Блин Не знаю Как передать Вот Казалось бы Такой маленький Легкий тюнинг Но столько эмоций Доставляет Как бы Блин Не знаю Перевоплощение Конечно же Просто шикарнейшее Если покупать Какие-то Электронные приборки Они там продаются В тюнинге Это стоит По 250-300 долларов Вот эта шкала Стоит в районе 30 долларов Даже дешевле Потому что Доллар сейчас Скачет туда-сюда Я как бы Не ориентируюсь Хорошо Ну 25-30 долларов За вот такой вот Комплект тюнинга Я думаю Это не очень дорого Кстати Кто хочет себе Такую же приборку Ссылку я оставлю В описании Конечно там есть Еще и другие дизайны Есть с подсветкой Которая разгорается По типу Как у меня в приоре Кто видел Тот поймет Так что множество вариантов Как говорится На любой бюджет Вот я выбрал такой И блин Мне очень нравится Реально круто Шикарно Просто шикарно Так что друзья На этом наши Сегодняшние доработки Заканчиваются В идеале Если бы все У меня было в наличии Если бы я не ездил За лампочками Реально за полчаса Это все Реально успеть Опять же говорю Насчет стекла Я не знаю Мне больше вот так Без стекла нравится Ну и в любом случае Нужно будет регулировать стрелки Поэтому приборку Я еще не собираю Хотя тут как бы По сути то нечего Ее собирать Пока что все это Остается вот так Мы продолжаем Тюнинговать движок Вы увидите это Скорее всего В следующей серии Уже завершение Потому что вчера Мы разобрали его полностью Продолжаем его Восстанавливать Протачивать И скорее всего Будем вкидывать Новые валы Так что друзья Прошу вас написать В комментариях Понравилась вам Ли такая доработка Вот такие вот шкалы В автомобиле Либо же они стандартные Были тоже неплохие В общем пишите в комментариях Ну а я с вами прощаюсь Всем спасибо за просмотр Всем пока